После двух месяцев бунта и политического хаоса, все еще есть люди, которые заявляют, это все про смерть Джорджа Флойда, некоторые из них, возможно, даже верят в это. Это на самом деле так, они могут взаправду в это верить. Например, либеральная мамочка по соседству. Она, наверное, весьма искрена, когда рассказывает вам о проблеме полицейской жестокости. Она даже не понимает, что BLM — это о чем угодно, кроме этого. Мы не осуждаем и не удивляемся. Большинство американцев — хорошие, простодушные люди. Они склонны принимать все за чистую монету, все потому, что они хотят верить в лучшее. Но в данном случае они не правы. Ничто из того, что вы видите, не о гражданских правах. Насилие и расизм противоположны гражданским правам. Вместо этого вы видите захват власти, который организован самыми жестокими и циничными американскими политиками. Они не хотят, чтобы вы знали, что они делают. Они не так благородны, чтобы прямо заявить о своих намерениях. Они не как вы. Когда обычные люди чего-то хотят, они могут быть даже агрессивны. Но не профессиональные левые. Они всегда пассивно агрессивны. Их основной инстинкт — манипулировать, а не убеждать. Они скрывают свои настоящие убеждения. Они всегда говорят ровно противоположное тому, что имеют в виду. Они обвиняют вас в собственных преступлениях. Это сбивает вас с толку. Кстати, спорить с ними бесполезно. Они нигилисты. Они не верят в существование истины и конкретное значение слов. Их волнует только власть. Больно об этом говорить. Признавать, что в нашей стране есть такие люди. Но они есть. И у них сейчас больше власти, чем когда-либо. Если вам нужно больше доказательств, то их предоставил Барак Обама на похоронах конгрессмена Джона Льюиса. Обама заявил, что он был там для Евлогии и своему другу. Но это неправда. Вместо нее Обама произнес очень спорную и бесчестную предвыборную речь. В церкви. Вот ее часть. Закончив партийный джерримендеринг. Чтобы избиратели выбирали политиков. А не наоборот. И если для того, чтобы защитить данные богом каждому американцу права, нужно убрать обструкционизм, еще один реликт времен Джима Кроу, то это надо сделать. Трудно поверить, что все это на самом деле, но это так. Вплоть до напыщенно-притворного акцента мистера гавайского парня. Но отступите немного назад и представьте, что какой-то политик начал толкать тупые партийные речи о процедурах в Сенате на похоронах дорогого вам человека. Можете представить, вы были бы шокированы, возможно, даже ушли бы. Десакрализация похорон при помощи предвыборных слоганов. Кем надо быть, чтобы сделать это? Но сидящие там демократы не выглядели оскорбленными, это все казалось вполне обычным для них, да и почему бы и нет. Политическая власть — это их религия, так что самое место в церкви ей поклоняться. Люди, которые политизируют похороны, способны на все, и они уже пытаются. Демократы работают системно по разрушению самой сути американских институтов, начиная с семьи и веры. Они подрывают основы политической и юридической систем. Они аннулируют законы, сжигают полицейские участки, нападают на суды, работают над уничтожением основы основ равенства перед законом американских граждан. Они сделали федеральные силовые управления своим политическим орудием. Они сажают своих политических оппонентов. Их лидеры призваны сделать все эти изменения постоянными, уменьшив Верховный суд, Сенат, даже электорат при помощи импортирования десятков миллионов новых избирателей. Зачем они все это делают? Как они говорят, чтобы сделать страну лучше и справедливее. Но страна не становится лучше и справедливее. Они делают это по одной причине. Чтобы убедиться, что у них есть абсолютный контроль над Соединенными Штатами. Мы видим, как это происходит прямо сейчас, и почти никто не говорит об этом, а тех, кто говорит... Уже почти заткнули, и мы можем об этом рассказать. Итак, как мы должны реагировать на то, что видим? И под «мы» мы подразумеваем не только консерваторов и тех, кто смотрит эту передачу. Мы говорим буквально обо всех. Умеренных, аполитичных, классических либералах, которые все еще заботятся о гражданских свободах, такие еще есть. Искренне верующих представителей любой религии. Эмигрантов, которые пришли в эту страну изобилия о правах. И сейчас наблюдают, как он исчезает. Другими словами, обо всех, кто в основном любит эту страну и считает себя американцем. Что этим людям делать перед лицом всего этого, этой революции? Что ж, все просто. Защищать систему, которая у нас есть. Это наша работа. У американской системы есть недостатки, в этом нет сомнений. Но она успешнее, чем любая другая система за всю историю. И разрушать ее не стоит. По сути, это будет выгодно тем немногим, кто подталкивает к этому, но не выгодно для миллионов других. Так что, если вы беспокоитесь за Соединенные Штаты, боритесь за их институты. Они нам хорошо послужили. Эта страна успешно выживала на протяжении почти 250 лет после гражданской войны. И пусть продолжает. Этим утром президент в Твиттере выразил свою обеспокоенность возможными нарушениями во время выборов. Цитата. Со всеобщим голосованием по почте, незаочным голосованием, оно нормально. Выборы 2020 будут самыми нечестными и жульническими в истории. Это будет величайший позор для США. Мы не знаем, правда ли это. Мы надеемся, что нет, но все может быть. Это то, что написал президент, и закончил он так, цитата. Отложить выборы, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать. Цитата. Отложить выборы. Это заголовок всех кабельных новостей сегодня. И мы должны внятно сказать, что этого не произойдет. Выборы, скорее всего, пройдут в ноябре. И с этой точки зрения глупо предполагать изменения в выборах. Мошенничество или нет, слишком многое происходит. И это не случайно, так и было задумано. А задаченное население, сталкивающееся с изменениями отовсюду, просто не может бороться против. Вот почему они это делают. Так что наша работа как нации — защищать то, что у нас уже есть, и давать этому развиваться. Сохранять все в том же виде никогда еще не было так важно, как сейчас. Редактор субтитров А.Семкин